Сегодня 9 мая 2018 года, День Победы. Мы находимся возле памятника Славы и одновременно возле памятника Быкову Леониду, автору и герою небезызвестного фильма «В бой идут одни старики». Что мы здесь делаем, кроме того, что пытаемся почтить память убиенных солдат за нашу победу, за нашу свободу? Тут еще Владимир задумал такое событие эпохальное. Когда-то было осенью, да, вы собирали? Нет, я собирал 3 апреля и вырастил дома. Хорошо, то есть месяц назад он пособирал в одном секретном месте, хотя если вы будете его канал смотреть, вы узнаете, что это за секретное место, жёлуди проросшие, очень красивых красных дубов. И вот он долго думал, куда бы эти дубы посадить. И вот однажды мы тут были в этом месте, тоже это было в апреле, и он решил, что в память о Леониде Быкове и в памяти о наших солдатах погибших и не погибших, а тех, которые принесли нам эту победу, он посадит несколько ростков дубов в этом красивом месте. Правда, мы ни у кого не спрашивали разрешения, надеемся, что это не будет расценено как какая-то крамола. Ну вот, и сейчас он торжественно, вот эти вот дубы, он их прорастил заботливо дома, вот такие уже росточки из маленьких желудят получились. Вот сейчас он будет их пытаться сажать, а мы это все будем документировать и смотреть, как заодно люди будут на это реагировать. Посадим все это вместе, правильно? А потом проредим, если оно даст ростки. А я бы лучше рядышком посадил там хотя бы пару метров друг от друга. Во-первых, проблема потом будет проредить, потому что вы никому не объясните, что это ваши дубы. Что же вы наступили на пустик? Ой, извините, пожалуйста, но он мертвый, слава богу. Я не согрешил против живого, а вот такой вот у нас саженцы. Не, ну смотрите, если их нельзя разделить, то тогда, конечно, садите вместе. Но я бы их все-таки постарался разнести. Во-первых, не факт, что все получатся, а во-вторых, не факт, что вам потом дадут их рассадить. В следующий раз подарим вам длинный горшок такой для рассады. Ну, это было... Вот такие они красавцы. Ну, пока не видно, что они красные, но мы-то знаем об этом. Так, осторожненько, аккуратненько. Я думаю, что по центру где-то. Чтобы вот эту вот линию соблюсти деревья, вот между елкой и вот этим кленом. Тут уже кто-то что-то тоже посадил. Яблоню какую-то, что ли. Получится, да, их разделить? Вот. Вот. Угу. Мы их посадим, Павел, я так думал, рядышком, skuxки 3. И посмотрим, какие превью-тутся. А, как вы считаете? Ну, смотрите, выше садовод у нас, Мичуринец. Выше садовод такой же, как и вы. Да, так что давайте сажайте как-нибудь, а дальше будем смотреть. что у меня как и так темно все получается на этом записи вот линия условно между елкой и вот этим вот клёном не надо налить водички сначала бутылочку так сейчас просю может их поглубже закопать чтобы они стояли а то как-то они так пока не сильно стоят вот первый первый пошел что называется у нас еще осталось раз два три 4 раз . владимир хочет куда-то переместиться ну я не знаю может вот там вот посадить ближе к тому краю может так чтобы она зигзагом получилось как-то второй саженец точнее вторая группа саженцев пошла опыт будет когда они вырастут у нас пока это еще не опыта проба пера да да не ну вот надо же оставить небольшую видео такую вороночку чтобы вода туда дождевая сливалась вот такая вороночка правильно вот я бы все таки вот у подкорректировал ямку немножко вот такого же плана сделать углубить ее ну и уже остаток воды там хорошенько ну да похоже видите она пытается стекать ну расскажите свои краткие впечатления от только что сделанной работы идея вообще была какая-то сумасшедшая она мне случайно пришла в голову когда я здесь катался на спусту и вот она осуществилась это очень интересный красный дуб саженцы красного дуба большие экземпляры этого растения имеет желтую лист по осенью а маленькие настоящую алую красную даже алую это очень плодовитое растение с прекрасным здоровым семенным материалом и каждую весну точнее каждую осень здесь будет куча желудей и огромный подвесок дай бог дай бог чтобы оно выросло чтобы не затоптали дай бог Продолжение следует...